Итак, всем привет! А у нас распаковка очередной посылочки. На этот раз она заказана с магазина Алиэкспресс. И если верить вот этой вот надписи, то это очень интересная посылка, потому что с ней происходили какие-то метаморфозы, ужасные причём. Она вот... А, скотч нет, скотч это заклеено просто. А, не вскрытая она. Ну и неважно, в принципе, вообще без разницы, если вскрывают мою посылку, там уже не вскрывают. Главное дело, чтобы они приходили. Ну так вот, давайте посмотрим. Ну, скорее всего, это она, по размерчику подходит. И я очень удивлён то, что она мне пришла. А знаете, почему сейчас давайте уже 100% убедимся, что мне пришло именно то, о чём я говорю? Вот. Потому что по трек-номерам... Это я не знаю ещё где и как, и это уже второй раз мне отправляют эту посылку. Не знаю, какая тут пришла, так сказать, ну, партия, возможно, да, потому что... Ну, которая, в общем, раз. Так, очень грубая ошибка эта. Я уже всегда пытаюсь и забываю иногда распаковывать на камеру, а то получается так. Так, запаковано, видите, как хорошо. Всё? Да, да, это именно то, о чём я говорил. Так, вот как запаковано. М-м-м, такая интересная штука. Вот. Знаете, в общем... Ну, это типа подвеска, брелок, кулон, не знаю, в общем. Ну, мне там для своих целей надо была такая штука. А, ну да, считаю, это можно считать как подвеска вот здесь у неё. Ремешочек такой, это верёвочка, сделаны вот тут узелочки. Вот. Дальше тут такие штуки. Вот. А дальше идёт, собственно, сама бутылочка вот такая красивая. Вот такая бутылочка. Ну, я так понимаю, она прям... Да, вот, можно открыть. Туда что-то положить, насыпать. Чей-то прах. Шутка. Так. Ну, собственно, как я повторюсь, мне она для своих целей нужна. Но это не важно. Просто вот вам показываю, может, кто-то захочет использовать в каких-то своих целях. Потому что довольно интересная, красивая. Вот, мне очень нравится. Но я её заказал первый раз. Мне дали трек-номер. И этот трек-номер увёз её, знаете, куда? В какой-то другой совершенно город немой, который не схож даже с моим названием. И она прибыла там в место вручения. Я написал... Не стал залупаться и открывать спор там, короче, на продавца наезжать. Говорю, моя посылка пришла не туда. Он говорит, всё, окей, сейчас отправлю ещё раз, короче. Продлил меня на этом, на Алиэкспресс в моих заказах. Ну, типа, заказ-то можно продлить же время. Вот. Мы продлили с ним. Он отправил опять, дал мне трек-номер. Я вбил трек-номер. По трек-номеру сейчас эта посылка прибыла. Ну, не знаю, не та или не та, но посылка, которая была в трек-номере, которую он дал мне последний раз, типа, вот на вот эту вот... Хотя я не знаю, какая это первая или вторая. В общем, трек-номер на вторую попытку, когда он мне дал на отсыл, она в Самару пришла. Вот. Я подумал, типа, опять ошибся, типа, Саранск-Самара, потому что созвучные города. Вот. Но, видимо, не знаю, не ошибся. Либо, знаете, это первая часть пришла, короче, в тот город, в Тамбов или в Ростов, что ли, я не помню, какой-то такой город. Вот. Может, они там по адресу отправили мне ее оттуда, я не знаю. Или обратно. Ну, короче, не знаю. Вот. Но вторая вот по трек-номеру, которую он мне дал, она в Самаре почему-то уже пришла в Самару вчера. Вот. Ну, ладно, в общем. Я долго так говорю, кручу ее, тут особо показывать нечего. Вот такая вот баночка красивая. Вот. Ну и что. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и ждем новые видео. До свидания, ребята.